Всем привет! Вы снова попали на канал Адекватность ТВ. Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я продолжаю слушать заявки Евровидения 2023. В этом видео мы будем обсуждать Хорватию одной из самых провокационных и скандальных заявок на данный момент. В прошлом году Хорватию представляла Мия Димшич с песней Guilty Pleasure, которая не прошла в финал, но была к этому очень близка, потому что заняла 11 место в полуфинале и почти прошла в финал, что, я думаю, очень обидно, потому что Альбина ТикТок тоже была на 11 месте и почти проходила финал, и Хорватия все время на грани. 11 место почти-почти и все никак. Я думаю, она не прошла, потому что песня была недостаточно сильной по сравнению с другими ее конкурентными заявками, и номер как-то не украсил эту песню, и я ожидала, что она в финал не пройдет. В этом году Хорватию представит группа Let Free с песней. Сейчас я вам ее озвучу. Ну, даже не я, а специальный переводчик, потому что я понятия не имею, как произносить это название. Мама Эшче. Будем считать, что мама Эшче. Я успела немножко прочитать об этой группе до начала съемки видео. Мне было очень интересно, потому что я видела их костюм, их внешний вид. Это, конечно, очень интересно, это экстравагантно, в какой-то мере провокационно. Я видела много мнений и по поводу того, что эту группу стоит дисквалифицировать, однако я пока не составила своего конкретного мнения, пока не услышу песню, и после прослушивания я скажу свое мнение, что я вообще думаю по этому поводу, насчет дисквалификации, не дисквалификации, потому что песня уже есть на официальном YouTube-канале Евровидения, и она уже собрала миллион просмотров. Вообще, эта группа очень известна в бывшей Югославии, они с 80-х годов прошлого века существуют, и это явно группа не новичок. Они известны своим аббатажным поведением, провокационными выступлениями, так что по большей части все, что представит Хорватия в этом году, я думаю, это просто образ, может быть, какое-то высмеивание или сатира всего, что вообще происходит в нашей жизни. Вообще, когда я увидела их на фотографии, их внешний вид, меня это даже напугало и конкретно смутило. Но, скорее всего, это просто образ у них такой, и есть такие артисты, которые существуют в таких образах, которые любят шокировать своим аббатажным поведением, своими выступлениями. И вот у них даже на страничке Википедии, у них жанр шок-рок. А это как раз-таки провокация, какой-то эпатаж. Вообще, мне кажется, эта группа — это какая-то отсылка к Евровидению двухтысячных, когда многие считали конкурс фриковым. Многие же раньше называли Евровидение конкурсом фриков, что, в принципе, и сейчас многие люди так думают. И вот, я думаю, Хорватия — это какая-то отсылка на вот эти двухтысячные. Мне, конечно, очень интересно, как эта группа выиграла на своем отборе, ведь зрители же за это голосовали, и жюри за это должны были голосовать. Или что, в отборе не было каких-то других заявок? Скорее всего, зрители просто увидели картинку, такие, о, прикольно, проголосую. Ну, на Евровидении, наверное, такой же эффект. Если ты чего-то не понимаешь, но при этом это прикольно, ты за это автоматически голосуешь. Тем более, песня будет на хорватском, и мы даже не поймем, о чем эта песня. Но знатоки уже там перевели текст, я не буду вам вот это вот все рассказывать, потому что я хочу оценить именно песню, именно выступление. Сейчас я буду слушать Хорватию. Мне в какой-то мере страшновато, жутковато, что я там увижу, но я готова. Мне кажется, на Евровидении уже было все, и удивить нас чем-то новым будет очень трудно. Начинаем. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Нравятся мне эти сердечки. Мама купила трактора. Ну, выглядит жутковато для меня. Вот эти их костюмы. Ну, сошнемся на том, что это образ. Армагеддон у нас, короче, ребят. И сзади еще какие-то вот танцы вот эти вот. Ребят, мне страшно. Я не знаю, как на это реагировать. Серьезно. Но вот это вот мама купила трактор, и я думаю, многих заедет в голове. О, боже. Мама любила. Че-то там дальше. Нет, некоторые слова я понимаю. Но движения зато максимально простые. Ты можешь вот так потанцевать. Ой. Ну, я думаю, в Ливерпуле им не разрешат вот такой реквизит иметь на сцене. Вот эти ракеты. Они что, разделись? О, господи. Они разделись. Вот реально, если смотреть это в первый раз неопытному зрителю какому-нибудь, у него явно случится какой-то, не знаю, припадок. О, боже. Ёлки-палки. Что это? Ребят, я не могу отойти от этого, но это полнейший трэшак. Единственные прикольные моменты, это в припеве, где мама купила трактора. В целом, эта заявка полнейший трэшак. С точки зрения музыки, мне не то, чтобы понравилась эта песня. Единственный припев в Ечевой про мама купила трактора. Но в целом, это трэш. Я бы хотела матернуться, но не буду. Вы и сами понимаете мою реакцию. Я повторюсь, для неискушенного зрителя это будет конкретный шок. Хотя, может быть, кому-то такой и понравится. Меня тут смутили, конечно, вот эти ракеты. Я думаю, что на Евровидении, скорее всего, им не позволят это вынести на сцену. И я примерно знаю перевод этой песни, о чем там поют, и какой в этом заложен смысл. Я не буду вам тут о нем рассказывать, потому что... Ну, вы и сами можете это посмотреть. Послушав песню, я сложила какое-то конкретное мнение по поводу всего происходящего. Многие требовали дисквалификации этой заявки, потому что она несет в себе какой-то подтекст, в особенности их образы, то, что на сцене, текст. Я бы не сказала, что там есть что-то конкретное. Вот объясню, как это я вижу со стороны. Во-первых, они поют на хорватском. Не все зрители, которые будут смотреть Евровидение, а таких зрителей, помимо еврофанов, миллионы. Около 180 миллионов человек не будут знать хорватский язык, они не будут в этом разбираться. И, скорее всего, они просто будут смотреть в целом на картинку, угорать над этим, думать, что это полнейший трэшак, возможно, голосовать. Мне интересно, как за это будут голосовать зрители. Я бы за такое не проголосовала, чисто потому что меня все, что происходит, смутило. Но я понимаю, что, скорее всего, это просто образ, это некая сатира, какое-то там высмеивание. И что к этому, возможно, просто не стоит относиться серьезно, как многие требуют дисквалификации. Я сначала тоже так подумала, типа, что это за трэшак. Многие не поймут, о чем песня, и будут просто воспринимать это как очередную трэш-заявку. И, в принципе, в тексте нет конкретных отсылок, кому бы то ни было. Если смотреть в целом, то каких-то конкретных упоминаний, слов, отсылок в этой песне нет. Просто мама купила трактора. Единственное, что... как бы я единственный момент это запомнила. Если они также будут выступать на сцене, если они там еще разденутся, то это такая провокация, знаете ли. Это уже не интеллигентная провокация, а вполне себе такая. Ну, меня, конечно, это смутило. Ну, мне это... не знаю даже, как к этому относиться. Мне, скорее, эта песня не очень понравилась. Ну, там есть, конечно, прикольные моменты, но в целом музыкально мне это не совсем зашло. Я думаю, что это станет самой трэшовой заявкой этого года. Хорватия просто разрывает мой мозг. В прошлом году была такая милая девочка с гитаркой была. И в этом году... ну, сами понимаете, такой контраст. На этом пока что все. Пока я буду отходить от всего увиденного на экране, пока я буду отходить от шока, пишите в комментариях, как вам заявка Хорватии. Понравилась? Не понравилась? Что вообще думаете по этому поводу? Мне будет это очень интересно прочитать, в особенности именно про эту заявку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень помогает моему каналу продвигаться. Пока что я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем ролике, который я хочу посвятить Латвии и Мальте, потому что там тоже будут две группы. А пока что я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...